Мммм, прикольный, у него вкус странный. Мне кажется, она называется как-то ава-кава-кава-кавакадо, точно, кавакадо. Отойдите, пупсики, у меня в руках убойный предмет. Мы хотим посмотреть. Будьте аккуратней. Это не на яйцо взорвалось. Я должна взять и случай чуть-чуть подальше встану. В этом челлендже, пушистики, вы должны угадать, под какой тарелкой настоящая еда, а не антистресс. Всего будет 10 тарелок, 10 попыток, 10 продуктов и 10 антистрессов. Мы выбираем правую. А для тебя, Ань, левую. С вами так запутаешься. Ну вот эту, вот эту, короче, давай, открывай. Да я поняла, поняла, хорошо, давайте посмотрим, что вам там попадется. Это что такое, это что за гигантский желток? Это не желток. Это лимон. А в этой тогда что? А тут? Лимон. А, и в чем фишка-то? Ну вы что, суть челленджа, обычная еда против антистрессов. Два лимона, как скоро будет у вас на канале. Да они одинаковые, Ань, ты что, издеваешься? Да нет же, какой-то из них несъедобный. Нет, Ань, ты над ними издеваешься. Ань, так не честно, они одинаковые. Эти два твоих лимона. Эх, ребята, ну вы посмотрите, этот не сжимается. И он чем-то пахнет. И на цвет он другой. А этот яркий. И смотрите, как его можно жамкать. Разве с обычным лимоном можно такое проделывать? Эх, ну ладно, значит ты нас не обманула. Вообще-то у нас челлендж такой. Смотрите, я взяла ножницы помощнее. И сейчас разрежу вот этот настоящий лимон на две половинки. Фу, он белый, зачем-то пахнет странненько. А если я возьму вот этот антистресс лимон и разрежу его? То там будет белая фигня. Теперь-то вы видите, какая у них разница? Здесь косточки, мякоть. Ну-ка, собакам цитрусовые нельзя. Лизнуть тому, гадость какая. Да, лучше даже было не лизать. А у этого, смотрите, в этих двух половинках, которые похожи на какие-то силиконовые чехольчики, белая жижа. И она, конечно же, несъедобная. Это просто искусственный наполнитель для антистресса, чтобы он был мягким и жамкался. А мы думали, ты нас обманула. Я пошла за следующим продуктом. Юми, хочешь ты хонечек попробовать? Да мне до сих пор порту кислеть надо. Ну что, ребят, вы поняли суть нашего сегодняшнего челленджа? Да, под одной крышкой у нас находится что-то съедобненькое, что можно сожрать, а под другой какой-нибудь антистресс, который выглядит точно так же, как еда. Получается, главное не съесть антистресс вместо еды. Ну да. Ну что, тогда начинаем? Подписывайся скорее на наш канал. Вот там внизу красная кнопка. Чтобы нас к Новому году стало 2 миллиона. Вот это будет нам подарок. А я Эйвен, кстати. Привет. А я Софи. Софи, у тебя слюни текут. Так едой пахнет, съесть уже что-нибудь хочется. Ну ты даешь. А я Покемон Юмичу. Привет. А я Миша. Миша, лайк, лайк. Да, ставь нам лайк, вот там внизу тоже. Если любишь покушать, как мы. И комментарии пиши. Ага, вон они тут появляются. А видишь, тут с нами нет киски Алиски. Знаешь почему? С ней такое случилось. И стало плохо. Потому что она уже кое-чего наелась. Точнее, кое-кого. Да, ребят, сегодня на нашем канале с Аней вышло срочное видео про то, как киса Алиса наловила мышей и ела их. И Аня это даже засняла. Вот там внизу в описании будет ссылка. Обязательно сходи, посмотри этот ролик. У киса Алисы был полный живот мышей и потом. А давайте, давайте не будем рассказывать, что было потом. Потому что ей потом было очень плохо. И Аня это даже тоже засняла. Да, ты прав, Эйвен. Короче, вообще капец. Я была в шоке от кота монстра нашего. Зато скоро у нас наконец-то тут будет новогодняя комната. Да, Софи? Да, и все будет в новогодних украшениях. Потому что на нашем новом канале влогов, где Аня снимает нашу обычную жизнь, вышло видео, как мы украшаем дом в новому году. Да, мы там новогодние коробки с чешдака спускали. И елку наряжали. Короче, готовились к новому году. Обязательно посмотри новый влог. И подпишись на новый влоговый канал. Там еще конкурс на видеокамеру, да? Да, я уверена, ребята обязательно сходят все посмотрят. А мы давайте продолжим наш крутой челлендж. Ну что, какую тарелку выбираете? Вот эту, вот эту. Да, вот эту, вот эту, вот эту, Аня. Вот эту, вот эту, давай открывай скорей. Уверены? Да, да, Аня, давай. Ну хорошо. Так, смотрите. Раз, два. Кажется, мы еду угадали. Три. Ой, ну давай уже. Опа, что это такое у нас тут? Ой, это пончик. Правильно, пончик. Только, эй, ребят, давайте не будем вылезать, ладно? Собакам шоколад нельзя. Да, это не собачий пончик. Ну, а, ну можно нам попробовать, а? Нет, нельзя. А тут у нас что? Только кажется, он не настоящий. Или настоящий? Нет, все-таки не настоящий, вот этот настоящий. Ну, правильно, Мишка. У нас же обычная еда против антистрессов. А шоколадный настоящий донат. Только кушать вам его нельзя, ребятки, извините. Ну-ка, уверена, что он настоящий? Ну-ка, дай-ка я лизну. Мне нужно проверить, убедиться, что он настоящий или нет. Все-таки не настоящий или нет. Юмичу, мне кажется, ты хитришь, а? Ты просто хочешь полизать этот пончик. Так, стоп, нельзя. Вам такое нельзя. Сладкое нельзя собакам. Лучше на, проверь, вот этот настоящий? Не буду. Ну, а, ну, так не честно. Конечно же, он не настоящий, ну. А мало ли, смотрите, сейчас сожму его. И он возвращается обратно, потому что это... Ой-ой-ой, это, это, это сквиши. Аня, сожми вот этот. Вдруг это тоже сквиши. Ну что ж, хорошо, сейчас проверим, это большой гигантский сквиши или все-таки это пончик. Только давайте есть это не будем, хорошо? Ой, ну так неинтересно вообще. Никто из вас не будет это пробовать на вкус. Ладно, ладно, ну, понюхать-то, лизнуть-то можно, ну. Нет, ничего с этим делать не надо, хватит. Короче, вы убедились, что это не сквиши? Ну, надо до конца убедиться. Софи, дай сюда, эй. Ой, извините. Ну, хватит, ребят, ну чего, ну. Ладно, давай хотя бы сквиша разрежем, что ли. А вот это без проблем, и не надо на меня обижаться. Если что-то из нашего челленджа можно кушать, я обязательно вам даю. Но какие-то вещи вам нельзя, потому что вы собаки. Короче, вот так вот выглядит разрезанный пончик. Он, он, он точно, он не съедобный, конечно же, это неинтересно. А вам лишь бы что-нибудь покушать, да? Они просто не понимают, что потом нам придется везти в больницу. Вот именно, Эйвен прав. Ой, Эйвен, ты что-то подлизываешься, сам бы с удовольствием бы слопал. Мы выбираем вот эту тарелку справа, вот эту правую. Да, для нас левую. Уверены? Да, давай открывай. Посмотрим, что там. Ну окей, смотрите, что тут у нас? Эээ, что это? А что это, что это, что это такое? Это клубника в желе. Между прочим, я сделала ее сама из желатина, с настоящей клубникой без сахара. Так что вам даже можно это чуть-чуть полизать, потому что там нет ничего вредного для вас. Хотя клубнику песикам лучше все-таки не кушать. А что тогда под этой тарелкой? А там по нашему челленджу должна быть тоже клубника. Только, конечно же, не съедобная, а самый настоящий антистресс. Хотя она посимпатичнее выглядит, чем твое блюдо. Ну, спасибо, Софи. И большая. Зато она делает вот так. Ух ты. Ага, ух ты, Юмичу, ее нужно вот так вот жамкать, и внутри у нее какая-то жидкость. Надо ее разрезать. Так и сделаем. Ну что, вы правда считаете, что какой-то антистресс лучше, чем мое самодельное желе? Да ладно, конечно, твое желе вкуснее. Так, я принесла поднос. А где клубника? А Юмичу ее сперла, пока тебе не было. Все понятно. Наш жадный покемончик, как всегда. Ну что ж, пушистики уничтожители, давайте ее разрежем. Пополам, или снизу, или как. Как хотите, узнаем, что это за белое наполнение у нее внутри. Ну рез уже. Давай сверху, где листики. Ага, давайте так. Как разрежете, позовите меня. Так иди, они уже режут, Эйван. Ух ты, что это такое, что это? Я думала, из нее польется какой-нибудь белый гель, но это больше похоже на... Творог. Может, это творог, может, это можно есть? Или сметана прокисшая. Или сливки. О, мой собачий бог, девочки, ну какие глупости вы говорите, это же антистресс. Ха, девчонки, ну конечно, Эйван прав. Какая, может быть, сметана сливки в антистрессе? Это действительно похоже на какой-нибудь мягкий кремовый творог, но это не он. Это какой-то искусственный белый наполнитель, который вот создает как раз ощущение, когда сжимаешь антистресс, что внутри некая белая масса. А чехольчик у этой клубнички ничего, даже не рвется. Думаю, этот антистресс, если бы не наш челлендж, мог бы прожить очень долго. О, у меня все руки в этой штуке, пойду помою. Я скоро вернусь, готовьтесь выбирать дальше. Ох, ну что, какую тарелочку открываем? Все, мы решили открываем вот эту правую с твоей стороны. Хорошо, сейчас посмотрим, что там, что это такое? Сейчас поймем. Софи, ну, Софи, ну, так было нечестно. Это какое-то мясо? Все, теперь считаем, что Софи съела свой кусочек. Где мясо, мясо, мясо? Ну и как тебе на вкус, Софи? Это было странно. Какое-то странное мясо. Похоже на курицу, но не курица. Потому что, смотрите, что под этой тарелкой антистресс. Жабы, лягухи, вот такие вот лягушки-прилипучки. Смотрите, как у нее ноги тянутся. Она очень-очень липкая. А если под этой тарелкой была вот такая липкая лягуха, то... Я не поняла, а я что, жабу съела? Серьезно? Значит, в той тарелке, Софишка, были самые настоящие... Анто, лягухи? Фу, я что, правда жабу слопала? Ну нет, Софиш, не совсем жабу. Ой, какие же эти монстрики липкие. Они прямо даже к рукам прилипают. И так смешно растягиваются. И можно играть прикольно. Ну, в общем, для нашего крутого челленджа я в ресторане заказала настоящие лягушачьи лапки. Вам оставила совсем чуть-чуть, конечно. Можно их попробовать? Только не, Софи, потому что она уже съела свою часть. А было-то вкусно. Тоже, хочу попробовать лягушачью лапку, можно? Не, не, не кусочек. Жаба. Лягушачья лапка моя. А это кусочек лягушачьей лапки для Эйвона. Не для тебя, а для Эйвона. Будь культурнее. Это, я хочу, мне понравилось, но она очень вкусная. Юми, не будь жадиной, ты свой кусок уже съела. Вот, вот, вот и меня. Ну что ж, надеюсь, вам понравились на вкус лягушачьи лапки. Ну, на самом деле, лягушачье мясо действительно очень похоже на куриное. Смотрите, как эти дистрессы растягиваются. А, нет, все-таки рвутся на кусочки. А вот этот, а вот этот чуть покрепче, но тоже все-таки рвется. Ну что, мама, лягушачьих лапок тут было, да? Да, да, бедненько. Ну что, пушистики, какую тарелку вы выбираете? Слева от меня вот эту или которая справа от меня? Вот эту правую. А если дам вам понюхать левую вот эту и правую вот эту? Мы уже определились, Ань, вот эту справа. Точно, да? Да, да, Ань, давай. Окей, открываю. И что у нас тут? Ух ты, какая странная штука, а что это? А это точно такая же штука, что и вот тут слева. А, в смысле, они правда одинаковые, Ань? И в чем прикол? У нас же челленджи, они одинаковые. А в том-то и дело, ребята. У нас обычная еда против антистрессов, значит, кто-то здесь не совсем съедобный. Съедобный, интересно, кто? Тот, кто в правой тарелке или тот, кто в левой, а? И вообще, что это за фрукты, знаете? Давайте еще раз сравним, например, кожицу. Возьмем вот эти два кусочка и посмотрим. Кожица у них очень похожа, да? А внутри косточка. Может, это орех какой-то? Нет, это не орех. Ну и что, не чувствуется по вкусу, кто из них настоящий, а кто искусственный? Ну да, теперь полезав, кажется, что вот эта вот косточка съедобная, а вот эта вот, вот эта нет. Если вы еще не поняли, это типа один фрукт, у него две половинки. Эти половинки соединяются, видите, а вот эти нет, потому что это... Что за фрукт-то? Ну что за фрукт-то? Ну что это? Как называется? А я вот пока не буду вам говорить, вы должны знать, как это называется. Короче, у этих двух половинок косточки две целые, значит, это не половинки. Это вообще, смотрите, кто? Сквишик. И если его разрезать, вы увидите, что внутри у него просто белый поролон. Ну, не поролон, а что там у них в сквише внутри. А вот эта типа половинка вообще странная штука. Это даже не сквиши, может, это собачья игрушка. А может быть, это просто игрушка, и я не пойму, антистресс это вообще или нет. Но при этом эта фигня, смотрите, раз, и просто ломается. И внутри у нее не вот эта белая сквиши ткань, она просто зеленая внутри и твердая. Короче, это какая-то игрушка. Съедобная она, по-вашему, или нет? А вот это, вот это, вот это тоже так режется? Это тоже сквиши, или это можно есть? Ну вы че, ребят, смотрите, косточку достала. Я же говорю, это съедобная, это фрукт или овощ. Кто знает, а? Вы должны знать, как это называется. Смотрите, сейчас разрежу пополам, вкусненько. Прикольно, у него вкус странный. Интересно, а собакам вообще такое можно? Вообще, вам лучше ничего особенно не кушать, но я думаю, попробовать слегка вылизнуть можно. Оно не сжимается, значит, это еда. Ладно уж, вы пока вспоминайте. А я пошла за следующими загадочными тарелками. Вспоминай, не вспоминай, стука это прикольно. Мне кажется, она называется как-то ава, кава. Кавакада, точно, кавакада. Что-то мы поняли, что здесь особо ничем не пахнет, поэтому выбираем вот эту тарелку абсолютно наугад. Потому что нигде ничем не пахнет. Вот давайте ее прямо сейчас так и откроем. Раз, и все, смотрите, яйцо. А оно настоящее? То что в этой тарелке тогда, Ань? А в этой тарелке, не поверите, ребята, тоже яйцо. И оно тоже ничем не пахнет. И что тогда? А, да, я же забыла, вы собаки, вы, наверное, не различаете их цвета, да? Для вас они одинакового цвета, только левое. Только вот это крутится круче, чем то. На вкус, на вкус они оба как пластмассовые. Хм, София, может быть они и правда пластмассовые. Смотрите, в этом яйце есть дырочка сверху и две дырочки снизу. Оно синее и как будто разделяется пополам. А в этом яйце дырочек нет. Смотрите, они действительно идентичны. Только цвета у них разные. И у этого есть полосочки и дырочки, а у этого нет. Только печать какая-то стоит. Ну что, как вы думаете, какой из них настоящая? А вот это справа все-таки настоящая. Я, кажется, знаю, как мы проверим, кто настоящий. Разойдитесь, отойдите, пупсики, у меня в руках убойный предмет. Мы хотим посмотреть. Будьте аккуратнее. Это не на яйцо. Взорвалось и на части разлетелось. Ой, если я по югошечке соберем. Говорила я вам, разойдитесь. Смотрите, тут яйцо такое необычное внутри. У него у скорлупки, как у динозавра, такие штучки внутри. Потому что тут, кажется, жил динозавр в этом яйце. Да нет, Аня, это специальное яйцо, которое надо было замочить в воде. И этот крокодильчик бы вырос. Это бы вырастило большого питомца из яйца. А, понятно. Ну, что ж, давайте проверим, настоящее ли это яйцо. Вдруг там тоже динозавр. А, я лучше пойду в этот раз. А я даже не подаю, вдруг оно опять взорвется. Пожалуй, в стороночке постою. А, я должна взять и случай чуть-чуть подальше встану. Не буду я больше так лупить. Я-то знаю, что здесь настоящее яйцо. И все вот это вот жидкое может разлететься во все стороны. И тогда мне придется очень много прибираться. Поэтому это яичко пусть останется просто вам маленьким десертом. Я не думала, что это яйца, это так вкусно. Да, вкусно, но только оно само по себе, как какой-то слайм. Но вкуснее, чем белок. Вообще, я не люблю яйца. Давайте, ребят, спросим, они любят в яйцах желток или белок? И вообще, любят ли они яйца? Напишите, ребят, в комментариях, какое блюдо из яиц вы любите больше всего. Или, может быть, вы ненавидите яйца. Собакам нельзя есть яйца очень часто. Ну что, какую тарелочку открываем? Вот эту, вот эту, пожалуй. Да, вот эту. А вы уверены, ребята, что там еда? Может быть, все-таки вот эту? Нет, Ань, ты пытаешься нас обмануть? Вот эту. Точно уверены, сто процентов? Может быть, все-таки попробуем эту? Ань, ты нас не проведешь. Мы тебе не верим. Давай вот эту. Которую мы сказали с самого начала. Эх, ну ладно, вы сами ее выбрали. Звучит, как-то пугающий. Там что, кто-то живой? Там что, правда кто-то живой, что ли? Что-то страшновато. Давай быстрее. Вы точно готовы это увидеть? Ты нас пранкуешь, давай. Ну ладно, вот смотрите. И что это? Вот именно. Это же, это же просто, просто кисель. Это не просто кисель, между прочим, а практически собачий, потому что он сделан из желатина. Без сахара, без всяких вредных для вас добавок. Между прочим, вкусненько. Стоп, погоди, Ань, а что тогда под этой крышкой? А сейчас увидите. Как думаете, что в нашем челлендже несъедобное может быть похоже на кисель? Не знаю, что может быть похоже на кисель, но кисель это очень вкусно. А, да, 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 я тоже попробую. Ну посмотрите, какой густой кисель, что его ложкой можно даже есть. Неужели он вам ничего антистрессного не напоминает? А, а, а что, например? Да, вот что может быть похоже на кисель? Ну, выдаёте, ребята, ну давайте тогда откроем и посмотрим, что. Киселёчек, который можно есть даже вилкой и ложкой. Похож на Unicorn Pop Super Cool Puppie Slime. Ну, Ань, ты из Казарова, а по-русски сказать нельзя. Ну, как вы думаете, что фиолетовая может быть в такой пластмассовой бутылочке? Конечно же, слизь. Вы что, забыли, в чём вы участвуете? Это же челлендж антистрессы против обычной еды. Сейчас я её вытащу и сравним её с киселём. Ну вот, смотрите, как похоже же, ну да, только цвета другого. И ты что, думаешь, можно её ложкой есть? Или вилкой? Нет, ребят, я, конечно, попробую, но это же слизь, её не едят. Но да, вот, пожалуйста, смотрите, как она похожа на кисель. Погоди, Аня, ты уверена, что её не едят? Ты уверена, что это несъедобная штука? Нет, София, она несъедобная. Сейчас, погодите, её обычно очень сложно взять в руки. Потому что она скользкая и слизкая, прямо как кисель. Правда, кисель у меня получился пожиже. Ну, я думаю, если бы я добавила в него побольше желатина, он бы вполне мог стать вот такой вот слизью. Ладно, погнали отгадывать что под тарелочками дальше. Сейчас вернусь к вам с новой загадкой. Итак, пушистики, какую тарелочку открываем? Мы решили, что вот эту, правую, Ань. Да, открывай правую. Хорошо, давайте посмотрим, что там под ней. Так, тадам! Это что, мороженое? Но вроде как оно не настоящее. Да, пупсики, кажется, вам не повезло. Это мороженое, только это антистрессы, а точнее сквишики. Смотрите. Так жалко. А, значит, в другой тарелке настоящее мороженое, да? Собачье, да, и нам оно не достанется. Это грустно. А давай откроем, посмотрим, а? Ну, если честно, не совсем мороженое. Что, ягоды, что ли? Но это же не мороженое. Ну, это же замороженные ягоды, типа мороженое, ягодное мороженое. Ну, просто, если честно, у меня не было никакого мороженого в холодильнике. Ну и что, давайте считать, что это мороженое. Ну, они же не такие же, как эти мороженки. Ань, ну все, хватит бурчать. Все остальное у меня похоже. Давайте представим, что это, типа, фруктовое мороженое. Можете даже их попробовать, ягодные мороженки маленькие, мини, вот. Они холодные? Ну, конечно, холодные, Юми. Это же мороженое, типа. Ладно, давайте все равно по нашей традиции разрежем вот эти вот сквишики. И посмотрим, какие они внутри. Вот это вот мороженка-рожок, она сжимается. А это, типа, желтая эскимошка. Она тоже сжимается. А потом расправляется. Ну, и внутри, конечно же, у них ничего нет, кроме белого поролона. Держите, покушайте мороженое вот. Да уж, Ань. Эй, ты, ягода. Иди сюда, иди сюда. Ань, что она холодная? Юмич, ну она же замороженная. Какая она должна быть, по-твоему? Я же уже несколько раз ее в рот брала, и уже весь лед съела, а она все равно, все равно холодная. Она похожа на фруктовый лед, на сок. Все, невкусная. Ой-ой-ой, какие мы привереды. Ну, ладно, я пошла за следующей тарелкой. Да уж, ну, просто, небось, настоящего мороженого пожадничала, сама съела. Мы решили открыть вот эту тарелочку, которая подо мной. Как скажете, ребятки, это ваш, только ваш выбор в этом челлендже. Что тут у нас? Это, это, это груша, а там? А тут, не поверите, тоже груша. Ну, вообще-то это больше похоже на пипесин. Какой же это пипесин, Юмичу, посмотри, сравни, это же явно две груши. Они очень похожи по форме. Ну, тогда это зеленая, а это оранжевая. Ну, а эта еще не до конца стала оранжевой, видишь, у нее с этой стороны тоже есть оранжевый. И какая из них настоящая, а? Ну, проверить это легко. Груш боится. Юмитрусиха. Смотрите, я ножницами вот эту верхнюю часть с палочкой так раз отрежу. Пахнет, пахнет съедобным чем-то. Потому что, видимо, это настоящая груша. Видите, из нее ничего не вытекает. Она не сжимается, если попробовать ее сжать. А вот эта оранжевенькая грушка, опа, сжимается. Значит, все-таки это антистресс. Но мы все равно разрежем ее точно так же, как эту грушу. И мы увидим, что внутри у нее есть какое-то наполнение. Вот такая вот белая какая-то масса, жижа, похожая на прокисшую сметанку или мягкий творог. Но самое интересное, что кожица у этого антистресса действительно сделана, как у груши. Такая немножко шершавенькая, пористая. Очень естественно получилось, что практически не отличить. Я запачкалась. Можно нам грушу-то попробовать? Держи маленький кусочек. Маленький-малюсенький-малюсенький кусочек. Можно. Сейчас раздам вам по чуть-чуть. Совсем больше нельзя. Покимон, ты так смешно ешь. Ну зачем ты чавкаешь, а? Да, жалковато, что больше нельзя. Итак, какая тарелочка, ребятки? Для тебя левая, для нас вот эта правая. Посмотрим, что под ней. И что это? Вот именно. Это арбуз. Смотрите, что под этой тарелкой. Еще один арбуз, только очень большой кусочек. Нет, Аня, это же не настоящий арбуз. Ну да, не настоящий. Это огромный сквиши. А это что? А это арбузный дирол жвачка. Потому что арбузы уже в магазине не продают. Потому что уже зима и потому что холодно. Надь, понюшайте. Ого, пахнет-пахнет барбузом. А нам можно ее съесть? Нет, ребят, вам нельзя такое есть. Это же жвачка. А мне, а мне дай понюхать. Держи, Мишань, на понюхай. Ну, жвачки же в этой сахар. Сейчас я достану себе, а то это вы уже полизали и пожую. Попробуем, арбузная она или нет. Ань, ну, вообще-то так не очень честно. Ты пожевала жвачку, а мы нет. Мы не знаем, какой вкус у арбуза. Мы никогда не узнаем, какой барбуз на вкус. Барбуз. Юмичу, не ворчи там. И не барбуз, а арбуз. Смотрите, какая у этого кожурка. Сквиши такой гигантский. Ого. Он даже в руку мою не помещается. И расправляется медленно из-за того, что большой. Сейчас разрежем и посмотрим, внутри он белый. Или все-таки красный, как настоящий арбуз. Ого. Он внутри. Ну, не совсем красный. Не такой красный, как снаружи. Но немножко розовенький. И у него нет косточек, как у настоящего барбуза. Юми, не барбуз, а арбуз. Ну, в общем, они с этой жвачкой похожи. Разве что тем, что они немножко розоватые. Все. Надо было настоящий арбуз положить. Ну, не было его в магазине. Ну, чего вы ворчите? Смотрите, сколько всяких антистрессов и всяких игрух мы сегодня уничтожили. Да уж, но челлендж был классный. Кому еще понравился? Мне зашло. Мне тоже. Ну, мне тоже. Кажется, у меня идея. Я пошла готовить вам новый челлендж. А ты иди и смотри ролик на нашем канале Magic Family про то, что случилось с кисой Алисой. Кого она наелась и что потом произошло? Это канал Magic Family. А еще потом пойди на наш влоговый канал Magic Family Vlogs. Там мы с Аней готовимся к Новому году, где я съела игрушку, а Аня меня застукала. Да, Миш, ты, конечно, дала. Я не думала, что она заметит. Аня м GIS Ghost. Миш... Миша.